Здравствуйте! Сегодня мы общаемся с Александром Шевченко, основателем Академии Счастья. И тема нашей беседы – признание в социуме. Итак, каждый из нас хочет признания, чтобы люди, которые находятся рядом с нами, признавали нас такими, какие мы есть. И это гораздо проще, если наши интересы совпадают с тем, что интересно большинству людей, мы следуем трендам моды. А что если человек – белая ворона? Если его интересы сильно отличаются от общепринятых, как ему быть тогда? Ну, это вот как раз и основной вопрос, да, что когда человек не такой, как все, ему сложно в социуме, его как-то там пытаются вытеснить или подавить, или еще обесценить. Суть в том, чтобы быть самим собой, да, то есть быть с теми людьми, которые принимают тебя, да, то есть которые готовы тебя принимать таким, какой ты есть, и воспринимать, то есть не обесценивать, не подавлять. И вот именно с этими людьми комфортно, легко. То есть чувствуешь их, да, они чувствуют тебя. И вот с ними движешься по жизни, как в едином порыве, да, то есть получается это как такая группа, да, которая друг друга поддерживает, друг друга помогает. И вот действительно, вот, когда таких людей встречаешь, находишь, что с ними очень комфортно, очень легко. Хорошо. То есть получается, нам нужно создать свой микросоциум, найти или, может быть, даже где-то даже взрастить людей, которые, может быть, тоже белые вороны, и помочь им как-то раскрыться. В конце концов, не мы одни со странными интересами, есть и другие. Да, конечно. То есть есть много людей, которые, ну, скажем так, отличаются от общества, их называют там белыми маронами, щепьянцами, там еще как-то, да. Но суть в том, что это не один человек, да, когда он думает, он один. Нет, такие люди, конечно же, есть еще и другие, и их достаточно много, да. Они, ты не можешь пообщаться по интернету, в конце концов, да, то есть можно, конечно, да, создать клуб белых ворон. Но суть не в этом, не в том, чтобы ограничить себя от общества, а в том, чтобы общество становилось более, ну, скажем так, принятным, да, то есть чтобы оно больше принимало и себя, и другого человека, да, потому что если взращивать, ну, скажем, вражду, то, ну, что это будет? Будут люди просто драться, воевать. А если взращивать в людях доброту, искренность, принятие, то тогда и люди будут помогать друг другу. И у нас будет общество совершенно другое. Ну, для этого нужно, может быть, порой очень сильно изменить убеждения, перестроить себя многим людям. Это может быть очень долгий и сложный труд, и немногие готовы пойти на это, чтобы принимать человека с совершенно другими интересами. И стоит ли человеку вообще на это надеяться? Возможно, есть какой-то другой вариант. Ну, как ему жить среди людей, которые не совсем принимают его? Можно, конечно, приспосабливаться, пытаться как-то подстроиться, там, да, что-то изменять в себе, там, льстить, обманывать себя и других, но это не приведет к результату, да, то есть это я тоже проходил на своем собственном опыте, я могу сказать, что это приведет только к подавленности, к умению и нежеланию жить. То есть единственный способ – это быть собой, быть таким, какой ты есть, и общаться с теми людьми, которые готовы с тобой, ну, вот, принимать тебя таким, какой ты есть, и двигаться вот в этом потоке, в потоке настоящего времени, в моменте, да. И когда есть это движение, то оно действительно дает радость жизни, оно дает вот желание жить и продолжать жить, потому что если ты будешь, ну, идти, как говорится, с собой, как-то подавлять себя, что-то делать с собой, это не приведет ни к чему, это только будет угнетать тебя, это не работает, это я точно могу сказать. Ну, и по сути, если так себя подавляет, скрывает за какой-то маской, то те, кому мы действительно, может быть, интересны, они нас не увидят во всем этом обществе масок, скажем так, или подумают, что мы не те, кто им интересен. Это может привести нам к пенисевретным. Получается так? Да, совершенно верно. Если мы будем все эти маски с собой носить, да, постоянно скрываться, быть неестественным, быть лживым, то мы забудем себя, мы забудем, по сути, ну, вот, чувствование себя таким, какой ты есть, оно уйдет. И мы будем терять наших настоящих друзей, а привлекать в свою жизнь не тех людей, которые нам нужны, совершенно чужих нам людей, которые видят вот эту маску и которые готовы идти за масками, но которые не распознают нас именно такими, какими мы есть. Поэтому я считаю, что надо отбросить все маски, надо стать искренним, собой, естественным, и только тогда общаться с такими же искренними, естественными людьми. Хорошо. А что, если человек уже большую часть своей жизни, мы, наверное, почти всю часть своей жизни прожив за масками и не за одной, а сменял их друг за другом, и он уже попросту не знает, кто есть он, и как обнаружить себя, как найти вот это вот то, что есть я. Да, да, это как раз важная очень вещь, найти себя, потому что если ты не знаешь, какой ты, то ты можешь просто быть маской и думать, что это ты. Вот для этого существуют и как раз практики духовного очищения, вот процессинг, да, например. Она позволяет, эта практика, сделать так, что вот эти все маски, они будут, ну, скажем так, убраны, они перестанут быть необходимыми для человека, потому что человек станет собой, станет искренним и естественным, то есть очистит свой разум. Вот я, когда очищаю свой разум, я становлюсь в большей степени самим собой, и мне больше хочется жить, мне больше хочется общаться с другими людьми. И когда я встречаю таких же других искренних людей, я это чувствую, я говорю, да, я вижу тебя, как, знаешь, как вот, да, как в фильме «Аватар». Я вижу тебя, я вижу тебя таким, какой ты есть. Вот в чем эта суть. И тогда наступает настоящее общение, потому что пока общаются маски, это не общение, это просто притворство. И как получить этот духовный процессинг? Где это можно взять? Где это можно получить? Ну, вот в Академии счастья, собственно, это и есть то место, которое предназначено для того, чтобы люди могли прийти и вот все эти маски очистить, то есть все, что наросло, убрать, очистить полностью свой ум и стать самим собой, стать осознанными и стать, ну, как это правильно сказать, такими, какими они были изначально, духовным существом. То есть найти в себе это, а все остальное просто оно рассеется, уйдет как нужно. Здорово. То есть по этому поводу можно обратиться либо к тебе напрямую, либо через указанный сайт, подписи, видео, так? Да, конечно. Видео я даю полностью, все соцсети, там можно добавиться в друзья, можно задать любой вопрос в комментариях, то есть я всегда отвечаю в течение дня, поэтому я открыт к общению и буду даже рад общению, если человек напишет какой-то комментарий, задаст вопрос, это будет очень классно. Здорово. Было приятно пообщаться с Александром, благодарим вас за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, до свидания. Игорь Негода.